Жарко. У нас 21 градус тепла. Я иду снимать видео для вас. Это кусты. Это цветы, которые растут на щебенке. Вот такой красивый кустик. Ивасеныш там где-то. Ивасик, Ивасик, иди сюда. Пошли-пошли-пошли. Ивасик. Какая там собака огромная. Слышишь? Сейчас покусает за попу собачка. Ой, как красиво. Ивасик. Всем привет, меня зовут Мария Карпенко. Класс. Сначала. Всем привет, меня зовут Мария Карпенко, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня тема будет моего видео очень странная, как на первый взгляд, но это действительно так. Тема моего видео это я начала забывать русский язык. Что это значит? Подумаете вы. Как может быть действительно так, если ты приехала, когда тебе было 20 лет, ты приехала в Америку в осознанном возрасте, зная свой родной язык? Да, я знаю свой родной язык, скажу я. И я сейчас очень хорошо понимаю, но рассказывать, разговаривать, высказывать свое мнение на русском языке мне становится все больше и тяжело. Вы скажете, Мария, читай больше книжек. А я скажу, я читаю, но этого не помогает, потому что книги, книги написаны сложным литературным русским языком. Я говорю обычным языком русским, поэтому для меня что-то, когда я начинаю, например, вам что-то рассказывать или даже делать обзор видео какого-то, вы можете перейти посмотреть даже продуктов, то многие пишут, ох, как ты плохо говоришь. Я понимаю, я даже не обижаюсь на это, потому что я понимаю, что да, я действительно, я начала забывать, я вижу продукт, я говорю, что на английском это, потому что я русскую уже версию забыла этого продукта, потому что я использую, я захожу в магазин и я знаю, как это называется на английском, а на русском я уже не помню, зачем мне на русском, хотя нет, мне нужно на русском, просто я реально, я начала забывать. Когда я приехала в Америку в самом начале, я помню еще тот момент, я так быстро всегда пришла, приходила в церковь, я очень быстро разговаривала со своими друзьями, знакомыми, они всегда смотрели на меня с открытым ртом, типа я так быстро говорить могу и я могу объяснять свои мысли, но сейчас я смотрю на тех новоприбывших и я смотрю на них и любую, думаю, какой у них красивый русский язык, как они могут грамотно сказать. Моя камера села и я ее чуть-чуть подзарядила, потом я записала еще раз видео, потом оказалось, что у меня память села и наконец-то я уже все сделала, могу продолжать наше видео. Что я могу сказать, что я была очень счастлива и рада видеть тех людей, которые могли говорить и грамотно, прям приезжая и я аж с открытым ртом смотрела и вспомнила себя, когда я приехала, первые дни было и я разговаривала с людьми, которые здесь долго живут и все на меня смотрели, я думала, как может быть так, но сейчас, прожив в Америке уже три с половиной года, я сейчас понимаю, что это действительно реально, даже если это твой первый язык. Мой первый язык был русский, второй украинский, третий английский, чуть-чуть я еврит знаю и то, что сейчас, то, что еще в начале, когда я приехала в Америку и я пришла в гости в семью, которая уже больше 20 лет живет в Америке и меня просто спросил мужчина, а сколько ты уже здесь живешь, я говорю, неделю, ну вот, ты уже на неделю забыла язык русский, я такая, нет, этого невозможно, потому что я уже, ну как можно, я в 20 лет уехала в Америку, я прожила в Украине 20 лет, как я могу забыть свой родной русский украинский язык, но это правда, только сейчас, уже прожив три с половиной года, я осознаю, что это правда, потому что украинский, я украинский, я все понимаю, хотя некоторые слова, я уже не знаю значение, русский, я знаю все, что мне говорят, но Америка, вот украинский, я уже не могу так спокойно говорить, как в начале, когда я приехала, я преподавала русский, украинский язык здесь, и уборщиком квартиры убирала, но сейчас я уже не могу так свободно говорить на украинском, как говорила раньше потому что сейчас у меня английский в приоритете русский 2 благодаря вам благодаря моей семье которая живет в украине я с ними могу контактировать я мне приходится говорить с ними по-русски с вами по-русски я рада что я у меня есть блок я могу снимать я могу что-то рассказывать иногда я конечно же у меня стопор в мозгах потому что я не знаю как это сказать на русском потому что у меня уже грамматически построена американская американская грамматика я знаю как это сказать на И то, что даже если я слушаю американские проповеди, так как я христианка, я хожу в церковь, моя церковь это дом хлеба, если кто-то не знает, если вы с Сакраменто, добро пожаловать в нашу церковь, называется House of Bread Church, пастырь Александр Шевченко. И когда я слушаю проповеди, и стоит американец, проповедует, и переводчик сразу же переводит, мне даже не надо переводчика, я просто уже сразу слышу, и я синхронно с ним перевожу. Поэтому для меня английский это важен язык, и если бы не уроки, если бы не проекты, которые задают нам учителя в колледже делать, я бы уже давным-давно перешла на английский язык, потому что мне уже даже легче просто переписываться, отправлять сообщения на английском языке. Я знаю, что русский надо и ни в коем случае не забывать, нельзя забывать. Я знаю, что когда я выйду замуж, я уже рожу ребенка, мои дети будут говорить по-русски, я их буду отправлять в школу, в американскую, и я их буду отправлять в русскую школу, которая тоже находится в Америке, потому что я хочу, чтобы дети были грамотные, говорили. То, что я... сейчас мне легче на английском, это понятно, потому что я нахожусь в этой среде. Поэтому, когда вы приедете в Америку, вы знаете, если вы молоденький, до 20 лет, если вы в школе учитесь, и вы смотрите это видео, знаете, что вам будет сложно первое время понимать английский. Но! То, что вы знаете русский язык, это хорошо. Но! Когда вы проживете несколько лет, и у вас весь круг ваших друзей поменяется, вы будете говорить сразу же на... больше проводить время с вашими друзьями, с которыми вы говорите по-английски, и ваш русский язык потихоньку будет просто уходить на какой-то задний план. Поэтому, если у вас есть возможность, общайтесь с друзьями, не теряйте больших связей с Украиной, с Россией, с вашими славянскими странами, с друзьями, потому что они очень вам будут потом помогать, практиковать и поддерживать ваш уровень русского языка. Хотя, вы меня поддерживаются, и я вам разговариваю, рассказываю, но, как вы видите, я обзоры видео делаю, и у меня все равно не все так качественно, потому что даже русские книги мне не помогают, потому что это даже бытовой, а русские книги это суперкрутой литературный... Как он называется? Style. Стиль, точно, вот. Видите? Поэтому, когда я делаю обзоры, у меня выскакивают больше американские слова, потому что я вижу в продуктовом магазине, вижу продукты написаны... Tomato, potato, bananas, и я просто это вижу, и когда я делаю вам обзор и говорю mushroom, вы понимаете, что это гриб, потому что я вам показываю, ну и мне пишут... Это не mushrooms, это просто грибы, я такая стою, я знаю, но в тот момент я просто реально забыла, поэтому вы меня не очень судите, вообще судить никто не имеет права, кроме Бога, поэтому вы лучше, если вы даже пишите комментарии, то вы подумайте перед тем, как написать. Это не от понтов, а от того, что реально в Америке и в любой стране, в которой вы будете жить, если вы будете больше проводить время с английским языком или с другим языком, то ваш родной язык просто потеряется. Поэтому вот так вот я вам сказала, что русский язык мой начинает теряться, украинский уже вообще потерялся хорошенько, я просто могу говорить, но я очень торможу, я говорю как будто на английском, вспоминаю, перевожу. Ну, русский я так говорю, но если спрашивают что-то меня, я действительно могу не всё объяснить на том, ну не лексикон, а вот те слова, которые бы я могла объяснить в Украине. И я торможу тоже. А если такое что-то вот сейчас, я говорю быстренько, поэтому вы можете даже не подумать, почему он забывается, он забывается реально. Поэтому так, спасибо большое за то, что вы были со мной, и с вами была Мария Карпенко. Не забывайте подписываться на мой канал, который называется Всего и побольше, и ставить колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видео. Ждите моих видео, я буду стараться выставлять каждую неделю, и до новых встреч! Если у вас есть комментарии, вопрос, оставляйте в строке комментарии, и увидимся в новом видео. С вами была Мария Карпенко. Пока-пока!